МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выступления Всероссийского эстрадно-джазового и инструментального конкурса проходили по трём номинациям – оркестры, ансамбли, дуэты, квинтеты и солисты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Арсению Понтюхину 11 лет. Он обучается музыке в Школе искусств города Жуковский. В конкурсе принимают участие не впервые. Прежде чем стать солистом, много занимался. Он всё время приезжал в качестве концертмейстера, аккомпанировал ансамблем, оркестром, играл в дуэте. Но вот как солист сегодня впервые. Занимаюсь музыкой с двух лет. С трёх лет выступаю на сцене в составе младшего оркестра на мелкой ударной перкуссии. В этом году конкурс эстрадно-джазовой и инструментальной музыки стал всероссийским и собрал более ста участников. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дети приехали из пяти регионов. Из Москвы, из Московской области, Екатеринбурга, Саратовской области, из Нижегородской области. Наши дети тоже принимают участие. Трубачи, сексофонисты, ударные инструменты, пианисты. Даже участвует один мальчик, который играет на балалайке. Одна из задач конкурса – расширение обмена опытом и повышение уровня квалификации преподавателей музыкальных, образовательных учреждений. Многие участники приезжают, видно, не в первый раз. Нам здесь понравилось очень. Нас здесь хорошо встречают. Атмосфера хорошая, музыка хорошая, которая близка нам по сердцу, скажем так. Ребят очень достойных, которые получили достаточный педагогический вклад в их молодое творчество, детское творчество. И этот конкурс надо продолжать. Но, может быть, более требовательно относиться к тем, кто хочет участвовать в этом конкурсе. То есть не делать так, кто захотел. А уже, как бы, уважая уровень этого конкурса, более требовательно относиться к тем, кто хотел бы в них участвовать. Два дня продолжался творческий марафон. Следующий конкурс состоится в 2020 году. У участников есть время повысить свой профессиональный уровень и прийти к более высоким результатам. Людмила Медведева, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.